Украинский Форбс подсчитал, во сколько обошелся российскому бюджету массированный ракетный удар, нанесенный по городам Украины 10 октября. По версии издания, только за этот один день обстрел из ракет и дронов стал России от 400 до 700 миллионов долларов. В общем, за два дня по территории Украины Россия выпустила 119 ракет, большую часть по гражданской инфраструктуре. Учитывая, что более половины всех ракет удалось сбить, то до 350 миллионов долларов за несколько часов оказались потрачены впустую. А это для сравнения, по данным нового времени, годовой бюджет всей Адыгеи, Алтая или двух еврейских автономных областей. Об этом обстреле, который произошел за последние два дня, мы поговорим далее с нашим первым гостем. Александр Мусиенко, руководитель Центра военных правовых исследований, к нам присоединяется. Александр, доброе утро. Спасибо, что нашли время, так рано к нам присоединиться. Доброе утро. Итак, Александр, с точки зрения, прежде всего, наверное, военной стратегии, оправдались ли вот эти вот обстрелы для России? То есть, главная цель, на что рассчитывал Кремль, прежде всего? То есть, были ли это попытки каких-то военных достижений, либо все-таки банальный террор? Ну, с военной точки зрения, они не носят никакой характер, на самом деле, потому что они не ведут ровным счетом ни к чему. Понятно, что основная цель, это было, конечно же, скажем так, паничные настроения вызвать и спровоцировать, которые не удалось Кремлю. Вы понимаете, как? Все отчеты, которые кладут на стол российскому президенту, они, наверное, все мимо кассы, я скажу так. Так, большинство из них, поскольку, если и накануне 24 февраля они смогли правильно просчитать общественно-политические настроения в Украине, и думали, что тут российские войска кто-то будет встречать с хлебом с солью и там с распростертыми объятиями, и этого не произошло, встречали так, как положено, давая отпор оккупанту и захватчику. То есть сейчас делаются неправильные прогнозы, которые состоят в том, что, как думают там, значит, эти товарищи кремлевские и те, кто планирует подобные ужасные жуткие ракетные атаки по гражданским объектам, они думают, что это способно спровоцировать панику, разрушение и так далее. Но этого, естественно, не происходит. Украинский народ сплочен, все друг другу помогают, выручают, впоследствии очень быстро ликвидируются, ну и ничего подобного не происходит. Следующий момент. Зачем это нужно непосредственно Путину и его окружении? Но дело ведь понятно, очень четко, как мне кажется, то, что Россия несет поражение на фронте и на востоке, и на юге, теряя территории, вынуждены российские войска отступать. Украинские войска, наоборот, наступают и деоккупируют, освобождают российскими войсками ранее захваченной территории. Соответственно, противоставить в военном плане этому российским войскам, войскам агрессора, нечего. Вот они включают свою тактику войны с гражданской инфраструктурой. Вы, кстати, знаете, что вот еще одна особенность, это личность Суровикина непосредственно, загадочная достаточно, потому что есть основания предполагать, что он был завербован КГБ, потом ФСБ российским, которые способствовали его стремительному карьерному росту. Так вот, особенность Суровикина в том, что он, когда командовал военными действиями российских войск в Сирии, Россия потеряла, понесла достаточно серьезные потери, в частности, частная военная компания Вагнера и другими войсками. Он не смог организовать переправу через реку Ефрат по поставленной задаче, которую ему ставили. И он решил это все прекратить тем, что устроил массированную ракетно-бомбовую атаку по городу Алеппо. Нам все мы знаем, что Алеппо — исторический центр, который, в принципе, был международно признанным, очень древний город, который был разрушен вместе и с мирными жителями, сирийскими, как раз вот вследствие действий таких жестоких неизбирательных бомбардировок под руководством Суровикина. Здесь тоже прослеживается его почерк. Для того, чтобы выслужиться, для того, чтобы получить, скажем так, поставить галочку, что он предлагает какую-то стратегию, которая должна заработать по-иному. Вот наносятся такие ужасные, жуткие удары по гражданской инфраструктуре. И это отводит информационную волну критики, которой достаточно много на российское руководство. И она выходит в публичное плащину о том, что у них есть существенные неудачи на фронте. Если мы посмотрим на эффективность этих ударов, то мы можем увидеть, что порядка 60% ракет, которые были выпущены, они сбиты украинскими средствами противовоздушной обороны. Это позавчера, когда начались в понедельник, утренние атаки массированные. Вчера, когда было выпущено 28 ракет, 20 ракет было сбито. Я подчеркиваю, из тех, которые были выпущены. Есть еще такой параметр, как отклонение от цели. Мы видим, что при заявленных, например, отклонениях от 7 до 10 метров у ракет Х-101, отклонение у них составляет иногда 100 метров, а порой и больше. Соответственно, они просто не попадают в те цели, куда они должны были попадать. Ну, головотяпство, как говорят в России в таких случаях. И, в принципе, мы можем проследить, что эффективность таких ударов, она, скажем так, ну, вот то, что разносят российские пропагандисты там на своих ток-шоу о том, что необходимо обесточить Украину, оставить без тепла там и прочее, оно не достигает никакой цели. Ну, и в целом можно сказать, что Украина будет увеличивать свои возможности и способности в прикрытии неба. Мы видим, что реакции партнеров уже есть. И министр обороны Украины уже заявил о поставках в Киев, современных систем в Украину вооружений, в частности комплекса IRST противовоздушной обороны, немецкий современный комплекс. Соединенные Штаты пообещали ускорить поставки средств ПВО, в частности обещанный ранее комплекс НАСАМС в Украину. Я думаю, что мы в целом сможем довести эффективность прикрытия украинского неба и сбитых российских ракет до 75-80% в ближайшем будущем, таким образом уменьшив негативный эффект от того ракетного террора, который ведет Россия против украинского народа. Вот вы упомянули Суровикина, этого командующего нового группировки российских войск в Украине. Он же был назначен 8 октября. Как вы думаете, он мог так быстро спланировать эту операцию? Потому что в Белом доме допускают, что Россия давно планировала такую масштабную массированную ракетную атаку на Украину. И вот эта история, которая случилась 10 октября, это в принципе не было таким срочным решением, а давно было спланировано и давно хотела Россия это осуществить. Суровикин, он исполнитель в данном случае, непосредственно вдохновитель, организатор и поджигатель, скажем так, подстрекатель всего, что произошло. Это лично Владимир Путин. Я объясню почему. Дело в том, что, если помните встречу в Самарканде в формате ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, на своей пресс-конференции, когда Путин комментировал войну против Украины, он сказал такую фразу, что Украине будут посланы соответствующие сигналы и кое-что уже сделано в этом направлении, о том, что необходимо, ну то есть в контексте войны. Он так это сказал, кому интересно, это можно найти и послушать. И в этот момент, когда он говорил о том, что определенные сигналы и уже действия некоторые сделаны, было обстреляно в Харькове электростанция, и были нанесены ракетные удары по гидротехническим сооружениям Кривом Роге. То есть мы уже видим, и фактически Путин это признал. Это, кстати говоря, фактически расписаться в осуществлении ужасных военных преступлений, поскольку мы знаем, что согласно норм международного права, такие действия, как, скажем, постоянные систематические умышленные удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые ведут к тому или должны привести к тому, что они должны ухудшить состояние и условия жизни для обычных гражданских людей, не комбатантов. Это грубейшее нарушение норм международного права и военное преступление. Путин фактически в этом расписался. Ну а Суровикин, понимаете, он уловил эту волну. Действительно подготовка шла. Вы помните, что информация от украинской разведки и воздушных сил Украины о том, что Россия переместила большое количество военных бомбардировщиков и истребителей на аэродромы вокруг Украины, начиная там с Воронежа и так далее. Она была в конце августа, накануне Дня Независимости. Тогда они уже отрабатывали различные сценарии. Тогда тоже были ракетные атаки плюс ложные вылеты постоянно для того, чтобы объявлялась воздушная тревога и таким образом осуществлять психологическое давление. И, конечно, с тех пор фактически уже шла подготовка к таким возможным ударам. И Суровикин это же понимал прекрасно, потому что он же непосредственно участвовал в подготовке этого всего, непосредственно по его командам и распоряжениям, как до того командующего военно-космическими силами осуществлялась в том числе и такая подготовка. Поэтому он непосредственный, скажем так, исполнитель того, что произошло. Он уловил вот ту волну, скажем, которая была в Кремле. Его, наверное, очень сильно вдохновило то, что лично Путин поздравил его с днем рождения. И поэтому, собственно говоря, вот все это произошло. Он в этом плане, конечно же, такой исполнитель. Александр, как вы считаете, будут ли дальнейшие такие же масштабные ракетные удары по Украине продолжаться? То есть либо это определенно должен пройти период, опять-таки эти ракеты нужно как-то накопить, грубо говоря, собрать. Либо Россия будет, понимая бесперспективность этого всего, учитывая соотношение потраченных ракет и достигнутых целей, это все-таки малоэффективно. И от этой тактики будут отказываться, как вы считаете? Дело в том, что, понимаете, они же ничего не могут на сегодняшний день достичь и предложить, и поставить в актив себе как эффект на поле боя. То есть какие-то победы, какие-то достижения, этого всего нет. Поэтому вот ракетный террор в России, российские военные командиры, они используют как просто, знаете, поставить галочку для выслуги, что они что-то делают, что они хоть на что-то способны. При этом этими же всеми действиями, в принципе, руководит лично Путин. Все больше информации об этом, все больше информации, и об этом писало авторитетное издательство «Нью-Йорк Таймс», о том, что он чуть ли не лично над картами стоит и руководит. Но я хочу напомнить, что, знаете, как у Суньцзы, мудрый император никогда не вмешивается в военные действия. Путин делает все наоборот, конечно же. И, кстати говоря, Гитлер тоже стоял над картами, и как только он начинал отдавать непосредственные распоряжения, так сразу для войск вермахта все и ухудшалось. Это тоже такие исторические аналогии. Но сейчас, если мы говорим о протяженности вот этих ракетных атак, они действительно могут быть такими всплесками на несколько дней. Понятно, что систематически, вот я не знаю, сутками, неделями наносить такие удары российские войска не смогут. Вот вы же уже обратите внимание, они наносят массированные удары из всего, что смогли собрать. Начиная от комплексов С-300, реактивной артиллерии «Ураган-Смерч», если мы говорим там о Харькове, где ближе к границам, С-300 также, С-300 и реактивная артиллерия по Николаеву, заканчивая крылатыми ракетами различных типов, Х-101, Х-555 и так далее, калибры. То есть все, что только могли, из всей мощи они собрали вот 80 ракет за позавчера, вчера было меньше. И мы видели, что, скажем так, идет тенденция к уменьшению. То есть они просто не смогут действительно вот так вот постоянно поддерживать этот темп, в принципе, вполне ожидаемо. Да, спасибо, Александр. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правых исследований, был с нами, мы говорили об последнем ракетном ударе России по территории Украины. Всего доброго. До свидания.